На 2024 год существует очень много предсказаний, сделанных людьми, словам которых доверяет очень большое количество человек. Среди предсказателей Мишель Настрадамус, Ванга, Мессинг и многие другие. Несмотря на то, что многие предсказатели жили не только в разные годы, но и даже столетия, они все как один весьма едины, в мнении, что 2024 год, высокосный год дракона, будет очень непростым, у кого-то он будет тяжелым, а для кого-то очень страшным. Не имеет значения, было ли предсказание, сделано много сотен лет назад или месяцев предсказания на 2024 год, у всех практически одинаковые. Ни один экстрасенс или колдун из битвы экстрасенсов, ни одна аферистка, гадающая на картах Таро, с миллионной аудиторией в инстаграме не предсказали ковид или войну между Россией и Украиной. Однако, Мишель де Нотр-Дам Настрадамус на 2024 год среди прочих бед предсказал в Европе и не только засуху и в тот же момент потопы. Удивительно, правда? Как человек, делавший свои предсказания практически 500 лет назад, знал, что климат в будущем претерпит поистине катастрофические изменения и мир будут атаковать засуха и наводнения? Как это можно было разглядеть сквозь пять столетий, зная, что как раз в нашу эпоху эта проблема столь остра? Тогда в измученной чумой Европе ничего подобного не говорило о том, что нечто подобное будет в Европе в будущем. 2024 год обещает быть загадочным и очень сложным. Сегодня вы узнаете о самых необыкновенных и страшных прогнозах от величайших предсказателей, которые редко ошибались. Некоторые из их предсказаний пугали и пугают своей невероятной точностью. Подписывайтесь на канал, мы начинаем. Не существует за последние полстолетия более известных и пугающих предсказаний, чем те, что связаны с окончанием календаря мая. Событие, которое должно было якобы произойти 21 декабря 2012 года. В этот день, как многие считали, должен был произойти настоящий конец света – Армагеддон, несущий погибель всему человечеству. Данные предсказания и теория были столь популярны, что ему посвятили несколько голливудских художественных фильмов, несколько документальных и десятки телевизионных передач, которые демонстрировались на самых популярных мировых телеканалах. Однако, Нибиру так и не прилетело. В четвертое, пятое или еще какое-то измерение мы так и не перешли, не налетели на небесную ось, а календарь мая закончился незаметно ничем для окружающего мира, как и сама цивилизация мая. Но даже самые отъявленные скептики, те, кто ни во что не верят, засомневались в своей уверенности в завтрашнем дне, видя, что происходит с планетой Земля и с человечеством в последние несколько лет. Динамика нарастания событий пугает и ничего хорошего людям не обещает. Напротив, многие считают, что сейчас мы уже вошли во времена и события, которые описываются в Библии как последние, которые можно назвать концом света, апокалипсисом, армагеддоном, находящимся где-то рядом со страшным судом. Протяженные во времени эти события будут наполнены ложью, болью, ужасом, избежать которых можно будет лишь поклонившись фальшивому богу, лжепророкам и антихристу. Но избежать грядущих событий будет все же невозможно, так считают верующие и многие предсказатели. Всем придется пройти через жирного ада, и каждый получит по заслугам. 2024 год – высокосные, а как известно, существует поверие, что высокосные года – несчастливые, несущие много бед для людей. Гибель Титаника, гибель сверхзвукового самолета «Конкорд», извержение супервулкана в 1600 году, Уайна Путина в Южной Америке, которое привело к малому ледниковому периоду и голоду. COVID-2020 Все это случилось в высокосные года, оправдавшие звания тех, что несут глобальные и очень негативные изменения для людей. 2024 год – год дракона, тоже высокосный. Ему предшествуют страшные события пары-тройки предыдущих лет. И, как говорят предсказатели, дальше будет отнюдь не легче, а наоборот, лишь сложнее. Давайте попробуем разобраться и узнать, что обещают нам известные и не очень предсказатели. Большой брат придет на чужую землю и заберет принадлежащие ему по праву. Недруги, пришедшие из Запада, тоже возьмут то, что принадлежало им в столетии. Многие считают, что данные строки Нострадамуса описывают события, происходящие сейчас между Украиной и Россией, утверждая, что в них описывается то, что Украина будет поделена между странами Запада и Россией на несколько частей. Конечно, можно было бы считать данные слова совпадением, если бы не тот факт, что один из самых знаменитых мальфаров Украины, чьи предсказания сбывались весьма регулярно задолго до нынешних событий, тоже предсказывал развал Украины на часть. И тогда это звучало не только странно, но и дико сейчас уже нет. С другой стороны, эти же строки можно сопоставить с ситуацией, сложившейся после окончания Второй мировой войны, в любой интерпретации и с любой стороны. Также это может касаться развала СССР и того, как страны Варшавского договора становились постепенно свободными, когда власть Советов становилась все слабее. Дело в том, что Мишель де Нотр-Дам Нострадаму с изучением личности и трудов которого я посвятил много времени, записывал свои предсказания в четверостишьях, так называемых Катренах. Их очень много, сотни и сотни. Основное количество из них очень размыты и неточны. Они содержат такой набор слов, которые при желании можно применить на протяжении одного года к нескольким событиям и будет очень хорошее попадание. Используя треногу и блюдо, окуривая себя дымом, он, впадая в транс, видел грядущие события в отражении воды, записывая свои Катрены. Мог ли он ошибаться? Да, мог. Мог ли он весьма точно описать грядущие события и сделать точное предсказание? Да, мы знаем о таких случаях. Однако подавляющее большинство его предсказаний оказались либо не расшифрованными, либо еще не наступили события, о которых он писал, либо он ошибался. Сухая земля станет еще более сухой, и когда это увидят, произойдут великие наводнения. Эти строки Нострадамуса касаются именно высокосного 2024 года дракона. И здесь, как мне кажется, происходит удивительное попадание в цель, так как негативные тенденции в изменениях климата мы видим каждый месяц, и они касаются именно все больше усиливающейся жары во всем мире, что значит засухи, а также вследствие этого жуткие мощные ливни и ураганы, вызывающие наводнения. Тут Нострадамус, по всей видимости, не ошибся. Однако на 2024 год он обещал еще кое-что более страшное. Очень сильный голод, вызванный чумной волной. Дело в том, что Нострадамус помимо всего был врачом и старался спасти людей, от свирепствующей в то время в Европе чумы. Он кое-что мягко, скажем, понимал в эпидемиях, которые приводят к голоду и вымиранию сотен тысяч людей. А в этих строках, посвященных 2024 году, он говорил, по всей видимости, о голоде, который может быть связан с некой эпидемией. Быть может, эта эпидемия не будет касаться человека, а, например, домашнего скота и птицы. Или, быть может, это будет нечто, что мы видели в фильме «Интерстеллар», когда вся растительность, способная дать человеку зерно и плоды, погибла. Во время, когда жил Нострадамус, планету Земля населяла около 600 миллионов человек. Сейчас мир населяет 8 миллиардов 200 миллионов человек. Из них один миллиард людей постоянно голодают и не имеют постоянного доступа к чистой питьевой воде. Безусловно, если Нострадамус видел этот миллиард человек и видел их беды, ему нынешние времена и грядущий год могли показаться чем-то совершенно апокалиптичным. Однако, кто знает, быть может, 2024 год принесет нам нечто еще более пугающее. Через смерть очень старого понтифика будет избран римлянином хорошего возраста, а о нем будет сказано, что он ослабляет свое влияние. Но долго, долго он будет власть. Папе римскому Франциску 87 лет. И все чаще появляются слухи о его ухудшающемся здоровье. Данные строки Нострадамуса посвящены именно 2024 году. Он утверждает, что в этот год Папа Римский умрет и на его место придет некто более молодой, кто будет восседать на папском троне дольше предшественников. Конечно же, в то время великому предсказателю данное предсказание казалось важным и великим. Однако, что о нем сказали бы жители Китая, Индии или племен Амазонии в то время? Они спросили бы, что это и кто это Папа и почему непонятно о ком нужно делать предсказания. Конечно же, в таких вопросах территория, происхождение, быт, способ мышления имеют гигантское значение. Ведь все предсказания в большинстве своем касаются и ставят в центр событий территории, где проживает предсказатель. На Алтае были уверены, что конец света начнется с них, а викинги были уверены, что с них. Однако, авраамические религии, предсказывающие конец времен, для основной группы людей все-таки настаивают, что это заденет весь мир одновременно, и никто не сможет спастись. Для меня наиболее интересными предсказаниями являются те, где говорится о приходе или возникновении некого харизматичного лидера, или же политика, способного объединить мир вокруг конкретной идеи, вокруг некого плана, который сможет успокоить ситуацию в мире хотя бы на какое-то время. Удивительно, но появление именно такого образа и личности предсказано многими предсказателями именно на 2024 год. Его ждут верующие многих религий, и это, судя по всему, и есть тот самый антихрист, который отвернет многих людей от истинной религии, ввергнув человечество в демонический мрак. Появление такого персонажа будет значить лишь одно – конец времен и самое страшное, что было описано в Откровении святого Иоанна Богослова совсем близко. В 2024 году на Земле, согласно предсказаниям Вольфа Мессинга, появится новый мировой лидер. Со своей философией она распространится по всему миру и спасет человечество. Модрый и разумный политик сотрет различия между людьми, объединить целые страны и прекратит войны. Данные строки и слова практически идеально описывают то, что поначалу, дабы вызвать к себе доверие, будет делать антихрист. Сотрет различия между людьми, объединить целые страны и прекратит войны. У меня вопрос к верующим. А если придет Христос, второе пришествие, которое ожидают все христиане, что он будет делать? Разве не это? Разве не всех объединять, стирая различия и противоречия между классами и расами? Я просто к тому, чтобы вы ненароком не убили своего же Христа, которого ждали много лет, как это сделали уже в свое время иудеи, распяв собственного предсказанного Мессию, которого так долго ждали. И это втайне знают все иудеи. По идее, исходя из христианства, во второй раз Христос вернется уже не для того, чтобы попытаться кого-то в чем-то убедить, а для того, чтобы судить, наказывать и побеждать, в том числе и самого Антихриста. То есть Антихрист придет объединять и прекратить войны, а Христос напротив напрягать обстановку до предела. Странно как-то получается. Мне кажется, должно быть все наоборот. Огромное количество в большинстве своем исламских и христианских богословов, проповедников, толкователей священных писаний, а также конспирологов считают, что те тенденции среди мировых политиков и многих стран, которые мы видим сейчас, касающиеся глобализации, усиливающегося цифрового контроля информации, а также финансов, это как раз подготовка к появлению некого нового лидера, который и будет Антихристом. Именно для него и под него создаются новые законы и вводятся правила, объединяющие мир. Именно из-за него создается новый мировой порядок. Вольф Мессинг, необычная странная личность, с точностью предсказавшая день собственной смерти, предсказал появление лидера нового мира на 2024 год. Ну что ж, будем наблюдать. Главное, его ни с кем не спутать. Главное, не спутать добро со злом. И наоборот, свято верующие делали это на протяжении истории много раз. Пожилая женщина, которую мир знает как Ванга, персонаж весьма противоречивы в связи с тем, что были люди, знавшие ее лично, у которых не сбылось много всего, что она им пророчила. Вокруг данной личности существует такое количество легенд и слухов, в том числе совершенно глупых и неправдоподобных, что с точностью нельзя сказать, предсказывала ли она что-либо конкретно или нет. Быть может, то, что ей приписывают, просто выдумка тех, кто притягивает за уши события и предсказания, желая погреться в лучах ее неувядающей славы, заработав пару монет. Если говорить о правде, то ее предсказания и реальные слова «Курск уйдет под воду» звучат практически невероятно и пугающе. Все понимают, о каком Курске идет речь, о подводной лодке, но не о городе. Городу Курску тяжело уйти под воду, так как он далеко расположен от моря. Рядом нет гор, нет больших рек, нет постоянных ливней. На 2024 год Ванга предсказала покушение на Путина, возможно, успешное от рук его соотечественника. Все знают, желающих и ожидающих данное событие во всем мире много, а значит, мы сможем увидеть, насколько в этом плане предсказание Ванги точное. Как и другие великие и всемирно известные предсказатели, на 2024 год она предсказала ухудшение погодных условий и страшные катаклизмы, которые ощутят люди по всему миру. До 2024 год, среди прочего, предсказаны следующие события. Полноценное начало крупномасштабной Третьей мировой войны. Ее зачатки – это война между Россией и Украиной. В 2024 году, по мнению предсказателей, эта война полноценно вовлечет в себя войска многих стран. Гражданская война в США может возникнуть в 2024 году. С учетом того, что Трамп будет противостоять на выборах Байдену, чьи избиратели друг друга не выносят, и страна расколота как никогда, такие события вполне возможны. Меня очень заинтересовало предсказание о мощном ядерном взрыве, который возможен в 2024 году. Тут очень важно понять, речь не идет о ядерной межконтинентальной войне. Речь идет об одном взрыве без повторов. Для меня данное предсказание имеет значение, так как я тоже предсказываю это событие, но не могу подтвердить дату и год. Однако знаю направление. Зная, что будет один взрыв, и речь идет, скорее всего, об оружии, а не о взрыве на атомной станции. Этот взрыв будет предшествовать действительно весьма нехорошим событиям, которые ждут мир. Они застанут врасплох практически всех, кроме совсем небольшой группы избранных, которые сами способны себя такими сделать. Ну и, конечно, мы не можем с вами обойти в этом видео темы предсказаний, которые касаются стремительного внезапного развития искусственного интеллекта. Совсем недавно один из отцов искусственного интеллекта, работавший в компании Google, уволился, заявив, что теперь сможет говорить о том, насколько это опасно, не навредив самой компании. Есть конспирологическая теория о том, что он уволился из компании, так как там случился некий внезапный прорыв в развитии искусственного интеллекта, который пугает и удивляет своей неестественностью с точки зрения самоидентификации себя как личности и разума этим самым искусственным интеллектом, то есть будто там появился характер и стремление, а также убеждение. Именно поэтому, не желая иметь дело с этим, Джеффри Хинтон внезапно покинул компанию, перейдя вдруг критики того, что сам создавал еще совсем недавно. Я думаю, следует ожидать прорывов, связанных с искусственным интеллектом в 2024 году, а также интеграции человека в эти технологии. Стоит ли опасаться искусственного интеллекта и его возможных действий? Конечно же. Дело в том, что интеллект не может быть полноценным без нервной системы, биохимии и эмоций. Он не может быть полноценным без любви, ненависти, школы, конкуренции, мечтаний и необходимости платить за квартиру. Интеллект становится полноценным, сталкиваясь со всеми возможными аспектами повседневной реальности, негативными и позитивными. Без этого, без этого драгоценного эмоционального опыта искусственный интеллект, который сейчас создают люди, лишь очень крутая и мощная самообучающаяся программа, способная сама расти и решать задачи, внутри которых нет эмоций. Пока что такой интеллект неполноценен, а неполноценный интеллект способен на многое, в том числе и на самое страшное. Именно поэтому в 2024 году следует ожидать сюрпризы и прорывы в вопросах искусственного интеллекта, в том числе и таких, которые человечество насторожат. Предсказывать события 2024 года легко, видя, как реальность и все в ней идет под откос. Можно спокойно говорить о терактах, наводнениях, землетрясениях, извержениях вулкана, огромных ливнях, о лесных пожарах и о засухе в 2024 году. Это все будет. Предскажите это и вы не ошибетесь. Но вот что не очевидно и что по-настоящему важно, это то, что разъединенность людей с каждым годом будет становиться сильнее и позиция людей все более непримиримой. Я долго искал причину, почему так происходит, и я ее нашел. Объем многочисленной информации стал настолько огромен, что человеческий разум не справляется с ней, превращая свою голову в мусорку, где идеи и теории начинают гнить и вонять, превращая людей в сумасшедших. Информации стало так много, она настолько глупая и ненужная, настолько тупая и идиотская, что, чтобы вас ею заразить, ее стали подавать в формате по 10-15 секунд. 30% зрителей этого видео отпадают в первые 30 секунд этого видео. И это считается еще очень хорошим показателем. То есть люди еще не знают, о чем им скажут, они уже уходят, потому что мусор, который стремительным потоком льется из соцсетей по 10-15 секунд, легче. Так человечество было заражено самой страшной религией быдлость всех возможных. Конспирология. Конспирология и теории заговора легли на благодатную почву невежества религии, и так возникла радикализация общества, невиданная прежде. Это нас убьет. Свобода информации, которую невозможно отличить от важной, стоящей, полезной и правдивой. В итоге, не понимая, где нужное лекарство, человек сожрал все подряд, в том числе и то, что превратило его в животное. Все предсказания, написанные землянами, одинаковы, не в зависимости от того, сбываются они или нет. Они говорят об одном и том же. Вначале человечество движется к некой своей развязке, катарсису, очищение через войну, ужас, горе, а потом наступает для небольшого количества людей рай. Это говорят и предсказатели, и религии. Глядя на окружающий мир, начинает казаться, что это правда. Все к этому идет. Однако, дорогой мой зритель, помни, 2012 год так ничем и не закончился. А доказательств и людей, утверждавших, что все случится и все будет плохо, было куда больше, чем тех, кто считает, что 2024 год будет самым ужасным в истории человечества. Я считаю, что предсказания бесполезны, так как ни одно из них, если оно сбылось, не спасло людей. Ванга не спасла никого на Курске. Нострадамус не спас никого 11 сентября в Башнях-близнецах. А Кеннеди не спасся от убийства. Тогда какой толк в них? Все правильно, нулевой. Вы можете взять свою судьбу в руки, если того захотите, и сами сможете предсказать себе судьбу. Земля – удивительно сложный организм. С одной стороны, он абсолютно совершенный, с другой стороны, кажется, что он рушится, все стремительное и трещит по швам. С уверенностью можно сказать, что мир мятежен постоянно. И в истории человечества не существует десятилетия или хотя бы нескольких лет, когда бы его не сотрясали катастрофы, войны, голод или эпидемии. Мир может быть раем, но он им никогда не станет. Почему? Потому что стадо коров, населяющие ферму, пусто. А в нем остались лишь остатки молока. Его уже совсем мало. А лишь ради молока и добычи элемента создавалась наша ферма. Когда у посева и стада остается минимум молока, это отображается на всей жизнедеятельности стада, а также на продукте, которое оно создает. Это легко понять, видя архитектуру прошлого и современные строения. Музыка прошлого и нынешнее. Кинематограф тот, что был еще совсем недавно, и тот, что сейчас даже невозможно смотреть. Литература прошлого и то, что выпускается сейчас. Изменения при отсутствии молока налицо. Это значит, что решение о жатве принято. И мы видим, как оно набирает обороты с целью выдать стадо под ноль вместе с его уничтожением. Далее ферма будет заселена новым стадом, более эффективно добывающим элемент. Однако, вначале надо отобрать семена, те, из которых эволюционно можно добывать больше и качественнее. Вот на что способен человек, оставивший себе молоко, оставивший себе элемент. Я бы никогда не записывал никаких хвалебных роликов, если бы у меня на самом деле что-то не происходило. Года три пытаюсь в чем-то принимать участие, в каких-то ретритах, в групповых медитациях, в марафонах. Бред полный, который я никогда ничего не чувствовал. Мне вообще кажется, что люди это все полнопридумовывали, лишь бы деньги собирать, то и все. Но это так было до того, как я начал проходить курс у Петра Крежановского. И я пришел к самому работодателю, к тому человеку, который меня принимал на работу. И это вообще, такое ощущение, хотя мы с ним видимся каждый день, такое ощущение, что совсем новый человек, не тот, что был. И начал мне предлагать другую должность, которая находится следующей, после той, на которой я работаю. Хотя я на это не мог рассчитывать еще лет пять, наверное. Но что в плане самого общения людей и достижения целей, там, желаний, вот в это я все поверил. Другие результаты настолько, как бы, положительные для меня, что это вообще даже, я не знаю, как рассказать. Это на самом деле не какая-то там вера, это настоящий инструмент, с которым можно работать. Самое точное мое предсказание заключается в следующем. Совсем скоро, 8 января 2024 года, начинается мой онлайн-курс по накоплению элемента. Уже четвертый по счету. На протяжении курса мы, внимание, изучаем и держим разные виды постов и аскез в онлайн-группе. Изучаем и делаем различные медитации, в итоге приходя к самой эффективной для каждого. Дыхательные практики очень важны и обязательны на этом курсе, потому что во многом это возможность прикоснуться к психоделическому. Самогипноз важнейшая часть курса, так как это и есть использование элемента на себя. Когда мы говорим о самогипнозе, речь идет прежде всего о очень качественном и научном подходе к вопросу самогипноза. Изучаем самые эффективные способы передачи элемента другим людям с целью получить то, чего мы хотим или же помочь. Теория и суть работы элемента в человеческом теле. 8 видеоуроков, 8 зумов, на протяжении которых мы общаемся в прямом эфире, отвечаем на все вопросы и узнаем важнейшие интригующие детали. Элемент способен дать вам то, что вы хотите и изменить вашу жизнь к лучшему. И это факт. Хочу поделиться результатами прохождения курса от Петра Крыжановского. Мне удалось переехать на ПМЖ в Германию. Я мечтала об этом. Еще до начала курса мне снился Петр в костюме Теурга, который просто такое ощущение, что вытащил из меня черный шнур и сказал не нужна тебе эта киста. Я запомнила этот сон, но не придала ему особого значения. И потом в Германии мне уже сделали операцию как раз по удалению кисты. Когда я вспомнила это, я очень сильно удивилась. Просто это было нереально было поверить в такое. И по мелочи сбылось многое, типа материальные всякие ценности, золото, новый ноутбук, новый планшет, телефон. Собственно, если строго соблюдаешь все рекомендации Петра, то может получиться очень много. Всем настоятельно рекомендую перейти по ссылке в описании под этим видео, посмотреть много интереснейших отзывов в телеграм-группе от людей, которые уже прошли предыдущие курсы, которые поначалу, как и многие из вас, относились с недоверием к этому. Они рискнули и победили. Потому что элемент это и есть то, из-за чего существует ферма. Если оставить его себе и отдавать по собственному усмотрению, а не отдавать тем, кто качает его без спроса через горе и страх, творящийся на земле, можно получить то, что вам нужно. И это не мистика, это наука, наука тела, разума и сознания. Если у вас есть возможность пройти курс, его надо пройти обязательно, и вы не пожалеете. Чтобы ознакомиться с условиями прохождения, переходите по ссылке в описании под этим видео, в группу в телеграме, ознакомливайтесь и ставьте плюсы в комментариях. Если у кого-то нет возможности пройти курс, он может прочитать книгу Восхождение, где раскрывается тема элемента, его сути, на что он способен. Книга настолько бестселлер, что я не могу даже показать ее в кадре, потому что все продается сразу. Чтобы заказать книгу, тоже переходите по ссылке в описании и ставьте в комментариях плюс книгу. И с вами сразу свяжутся. Пока что мне приходится много говорить, чтобы повысить интерес к элементу и его тайне. Однако очень скоро все осознают его суть и неизбежность схемы его обмена, так как это смысл нашей фермы. До встречи на курсе. Заклиная люди со мной или без меня вы должны оставить элемент себе. Все, что нужно, нужно стать семенами, которые переживут любые невзгоды будущего, семенами, у которых будет полно элемента, способного дать то, что вы хотите. Дети часто выживают в катастрофах и не только, потому что у них очень много элемента. Того, у кого элемента много, невозможно убить. До новых встреч. Субтитры